Рыба гниет с головы. С арестом ректора Александра Шевцова беды для заповедника народного быта не закончились, а скорее только начались. На учреждение обрушились многочисленные проверки. Напомним предысторию. 26 августа Александру Шевцову было предъявлено обвинение. Сейчас он находится под домашним арестом, срок которого истекает 18 февраля. Сотрудники ФСБ установили, что под прикрытием заповедника в 2004 году была создана организация «Троирусский народ», «Троируссия», не зарегистрированная в установленном порядке. Ее деятельность была сопряжена с насилием над гражданами, в том числе над женщинами и детьми. Психологические тренинги Александра Шевцова были недешевыми, но при этом очень популярными среди тех, кто хотел обрести внутреннюю гармонию. Заповедник, в свою очередь, предоставлял и предоставляет сейчас перечень образовательных услуг. Связаны они с изучением народных ремесел. В прошлом году в межрайонную прокуратуру поступили жалобы на данные учреждения о нарушениях противопожарного, санитарно-эпидемиологического, трудового, земельного и градостроительного законодательства. В отношении юридического лица самой организации и бывшего ректора данной организации Шевцова возбуждено в общей сложности 10 дел об административных правонарушениях. 9 из них рассмотрены. По итогам их рассмотрения и организация, и Шевцов привлечены к административной ответственности на общую сумму 237 тысяч рублей. Вместе с тем Госпошнадзорн отправил в адрес департамента образования письмо с просьбой провести собственную проверку на предмет соблюдения лицензионных требований данной организации. Сотрудники регионального МЧС выявили серьезные нарушения противопожарного законодательства. Выезд в заповедник чиновников запланирован на начало марта. Это и наличие санитарно-эпидемиологического заключения, это и наличие образовательных программ, наличие педагогических работников, которые должны соответствовать профессиональному образованию, иметь соответствующий стаж, а также состоять в трудовых отношениях с данной организацией. Это и наличие условий охраны здоровья обучающихся, это наличие безопасных условий для воспитания, обучения граждан в соответствии с нормами, которые отвечают за здоровье и жизнь. Правда, проверить департамент образования сможет лишь те направления, которые находятся в зоне их компетенции. То есть в соответствии всем лицензионным требованиям программ профподготовки, которые осуществляет музей. Это резьба по дереву и бересте и изготовление игровых кукол. В случае несоблюдения хотя бы одного лицензионного требования департамент вправе приостановить деятельность лицензии. А вот аннулировать ее может только суд.